Всем привет, с вами важная персона Александра Озгард, и какой-то у меня немножко веселый фон получился, как для такой темы ролика, а в этом видео я буду зачитывать ваши истории о буллинге. Где вас булли, или же, возможно, вы кого-то булли, или же, возможно, вы были просто наблюдателем этого буллинга. Были, как и лайтовые истории, были, как и трэшовые истории, поэтому я, естественно, отобрала для вас только трэшовые истории. Я просила пару дней назад в Инстаграме, если что, мне их написать, где-то отобрала их 17-20 штук, но так как 17 историй получится, я не знаю, на полчаса где-то, поэтому посмотрим, успею ли я все вам зачитать, или все-таки не все. И так как зашла тема уже за школу, я знаю, что многие мои зрители в этом учебном году сдают ЕГЭ. Поэтому специально для вас я хочу вам посоветовать Андрея Лебедева. Он преподает математику уже 4 года, и сам сдал ЕГЭ на 90 баллов. Смотрите, давайте 5 в 60 я оставлю, а 8 я представлю как 2 в 3. Тогда у меня будет 2 в 3, и все это в 20. Недавно у него начался годовой курс по подготовке к экзамену. Туда входят 4 вебинара в неделю. Доступ к образовательной платформе, где ты сможешь решать домашки разной сложности, участвовать в рейтинге и получать внутреннюю валюту, и получать призы за твою активность. Одним из самых главных преимуществ этого курса – это кураторы учеников и общие чаты учеников. В чатах ребята делятся своими успехами и переживаниями. На протяжении всей учебы тебя будут сопровождать личные кураторы, а это ребята, сдавшие ЕГЭ на 80 плюс баллов, и прошедшую подготовку у них. Они ответят на все твои вопросы, не отстанут от тебя, пока ты не усвоишь пройденную тему. Андрей уже провел более 450 вебинаров, выпустил уже более 6000 учеников с итоговым результатом 85 баллов на экзамене. Все еще не знаешь, как будешь готовиться? Регистрируйся на бесплатный вебинар по ссылке в описании и поступай в Университет мечты на бюджет. А я продолжаю тему ролика и буду читать сейчас ваши буллинговые истории. Начинаю вам, наконец-то, зачитывать истории, которые вы мне писали в Инстаграме. И, естественно, если мне будет что добавить, я вставлю свои 5 копеек и расскажу вам что-то подобное, если, может быть, было со мной. В чем суть этого видео? Чтобы вы понимали, что это происходит не только с вами, если вас травят. Как минимум, здесь будут даже такие жесткие истории, которые вам дадут понять, что не нужно тратить свое время на то, что о вас кто-то думает что-то плохое. У меня, кстати, если что, был видос про травлю в школе. Я его оставлю в конце этого видео. Привет! Моя история в том, что меня унижали из-за моего веса и цветокожей. Я до класса 5-го была очень толстая, смуглая сама по себе. Меня назвали цыганкой, плевали мне на куртку, обзывали жирухой и т.д. Однажды меня запустили литровой бутылкой воды, приговаривая, что слой жира непробиваемый. Тебе все равно не больно, и уграли с этого. Из-за этого я стала ненавидеть себя, и салхарма оставила много следов на мне. Расстройство пищевого поведения, булимия появилось по той же причине спустя 2 года. До сих пор я пытаюсь принять себя и перестать калечиться из-за тупых детей, которых родители не научили уважать окружающих. Я, естественно, никогда не резалась из-за каких-то тупых своих одноклассников. Не ревела каждый день из-за этой хуйни, потому что у меня были свои беды с башкой, тем более я всегда сидела в Твиттере, в Аске. И, кстати, за это тоже ко мне умудрались заебываться, и то же самое я приходила домой, тоже в Твиттере, в Аске. То есть для меня других людей не существовало. В принципе, фанфики читала по My Chemical Romance. Стам в класс, если ты тоже читал фанфики по My Chemical Romance. В классе была девочка из неблагополучной семьи, над ней все издевались из-за ее внешности и фамилии, оскорбляли постоянно, в общем, унижали как только можно. Моя подруга втерлась к ней в доверие, потом они стали лучшими подружками. В классе все понимали, что это все ради того, чтобы ей попользоваться. Так вот, насчет той ситуации. Один раз я заметила, что она несет помимо своего рюкзака за плечами рюкзак той самой подруги. Ну, я подошла и спросила, мол, зачем ты носишь ее рюкзак? Она сама не может что ли это сделать? В ответ она сказала, что та самая подруга пошла вниз, и чтобы не подниматься и спускаться по несколько раз, попросила эту девочку сделать это за нее. Ну, бля, по-моему, это унизительно. Это даже не то, что унизительно. Ребята, имейте иногда гордость. А брать и таскать чьи-то вещи, тем более не вашего друга. Я не знаю, если бы ко мне как-то относились по чмошному в классе, в школе. Ну, ко мне и так относились по чмошному. Но я имею в виду, что если бы ко мне относился человек по чмошному и попросил бы мою сумку понести. Во-первых, вопрос, как бы он доверил мне свою сумку, если бы он относился ко мне по чмошному. А во-вторых, я бы просто бы взяла бы эту сумку и скинула бы с окна. Я не знаю, возможно, меня бы потом бы кинули бы за этой сумкой. Это был пятый класс. Мой одноклассник жевал жвачку на уроке, плюнул себе на руку и со всей силой ебанул меня по голове. И сказал, прости, я случайно. В итоге мне училка отрезала целую прядь волос из-за жвачки. Она меня ненавидела, и однокласснику нихуя не сделала. Я стояла и ревела бы, боялась, что дома у меня родоки пизды дадут. Паскудно относятся учителя в школе. Если вам что-то сделали те самые учителя или ученики, не надо бояться говорить родителям чисто из-за того, что вы боитесь, что вам дадут пизды. Не поверите! Я тоже всегда боялась, что мне могут дать пизды. Не бойтесь говорить родителям правду. Ну, типа, я никогда не приходила и не думала дома, что, мол, я если сейчас расскажу, что вот надо мной так издеваются, то мне сразу дадут пизды. Нет. Я решила один раз рассказать бате, как мне все не нравится. Батя пошел разбираться, и меня потом еще два года стебали одноклассники. Тут нужно сразу понимать, что если твои родители придут разбираться, то лучше пусть разбираются не с одноклассниками, а с учителями и не приходят на классный час после уроков. Итак, есть одна девушка, которая написала три истории. Была перемена, и мы с подружками со своими сумками сидели в коридоре, я сказала, что отойду столовой, попросила, что если опоздаю, чтобы не занесли мою сумку в класс. Я опоздала, возвращаюсь и вижу, сумки нет. Подхожу к кабинету, а возле кабинета стояла урна для мусора. Стою, лежит моя сумка. Вся грязная, следы то ли от обуви, то ли от валяний по полу. А сверху на сумке огрызок от яблока и банановая кожура. Не доверяйте одноклассникам свои вещи, особенно если это не ваши нормальные подружания. У меня, например, были люди, с которыми я общалась в школе. Им я могла доверить, но в натуре были такие крысы, с которыми если ты общаешься, то лучше им вообще не доверять. Вторая история от нее. Я зима, минус 15, возвращаюсь после урока в раздевалку, не могу найти свой пуховик. Часто такое бывало, вещи постоянно перевешивали, это норма. Искала час, так и не нашла. Пришлось идти домой в свитере, иду, плачу холодно. Проходила мимо дома одноклассниц. Смотрю возле мусора, возле падика, лежит в снегу мое пальто. Все мокрое и обсыпанное осенней листвой. Видимо, из-под снега откопали и присыпали как украшение. Вы, кстати, если что, пишите в комментарии свои истории. Может, у вас есть что-то еще пожестче. Третья от этой же девушки. Иду домой, и всю дорогу от школы у меня кидают снежки. Я отшучиваюсь, снег зашиворот. В итоге толпа парней меня провожали до самого падика. Напоследок я повернулась, сказала пока, и мне ответил мальчик из параллели, ну пока. И последний снежок полетел мне в лицо. Я расплакалась, сказала, что позову папу. Пришла домой, рассказала папе, он сказал, я никуда не пойду, что я должен, я только туфли почистил. Обидно пиздец. Что это за хуйня, когда ты приходишь, у тебя в школе в натуре проблемы, а твои родители тебе говорят типа лол. Была девочка у нас, ее кличка была Катя Музырка. От ее запаха ее намазали в ноклы носу пластилин, били половой тряпкой. Самое ужасное, что в седьмом классе и мальчик целенаправленно разбил губу. Просто до такой степени, что ей ее еле собирали. Вот после такого, я не знаю, у меня бы крышу просто снесло. У меня было такое, что одноклассник ко мне доебался. А сейчас он типа говорит, о, да я просто был глупый, я тупой. Я прихожу только в школу, это был девятый класс, я подстрелилась под пацана и первым же девом я слышу, боже мой пиздец, что ты с тобой сделала, кошмар. Я просто молча решила в него кинуть стул, к сожалению, я смогла остановиться, но нужно было все-таки кинуть. Я остановилась чисто из-за того, что я засала, что у меня в натуре могут быть проблемы, но этот чувак сел на очко и такой типа, бля, ты что ебанутая, у меня сейчас стулом хотела кинуть или что. Или же в этом году девка сфоткала свою пизду и скинула своему МЧ, эта фотка до сих пор гуляет везде, ее даже выставляли на главный монитор. Заставили ее вставать на колени посреди класса, есть даже видосы, просить прощения у одной телки на коленях, иначе ей бы прям там разорвали бы ебальник. Если у вас в натуре учатся такие в школе мудилы, то тут не знаю, что ли, перцовку что ли с собой носить. У меня в школе рядом со школой развесили на скотч интимной фотографии одной девушки, после снятия насчитали около 200-250 экземпляров, причем фото жесткие. Но при этом с лицом сделал это ее бывший парень, после этого она повесилась. Любую проблему можно решить. Можно было спокойно переехать в школу другую, можно было бы рассказать хотя бы родителям, переехать в другой город. Почему я не считаю проблем? Да, у нас есть типа слабые эмоциональные люди, которые реально думают, что это все, это конец жизни, это реально жопа. Во-первых, нюцы нужно всегда знать, никому никогда лучше не скидывать. Я своим парням свои нюцы никогда в жизни не скидывала, я только делала фотографии в белье для инстаграма, потому что я уже сама на себя сливаю свой же компромат. И если уже, блядь, вы собираетесь скидывать какие-то нюцы, то делайте их хотя бы такими, чтобы было бы не стыдно показать всем. У нас была одна такая одноклассница, что она кидала своему пацаку нюцы, и в итоге эти нюцы реально разлетелись не только по нашей школе, разлетелись по другим школам, практически по всему городу. Что вы думаете, ей похуй. Она не покончила с собой, самооценка у нее не упала, ей просто насрать. Выкидывала портфели одноклассников через окно, опиздила их шваброй, кидала стульями и обувью. Очень стыдно, на их месте я бы себя выкинула бы с окна, а не портфели. Мелом в учителей кидала, церковный хор включала на колонки и довела учительницу до слез. После этого в школе повесили плакаты против буллинга. В десятом классе мою подругу избили изнасилование два парня, одноклассника. В итоге сломанное ребро и выбитый зуб. А этих придурков даже на учет не поставили. А меня хотели поставить на учет из-за того, что моя одноклассница спиздила телефон и скинула на меня. Ну типа, разница. Спизденный телефон не мной и изнасилование девушки. Блин, это вообще больная тема для меня. Так как я была полненькой в начальной школе, меня, естественно, гнобили. Однажды самый тупой из моих одноклассников не мог пройти к доске на перемене, хоть там было три ряда пар. Он решил пойти именно по моему и понятно зачем. Ну и подходя ко мне, он, естественно, крикнул, фу, жруха, весь проход заняла и толкнул меня. Я благополучно уебалась животом об угол парты, начала кашлять и плеваться кровью. У меня открылось внутреннее кровотечение, меня увезли на скорой. Это был третий класс. Если честно, у меня даже не укладывается в голове, что как должны воспитывать взрослые люди своих детей, чтобы дети начали издеваться над своими одноклассниками уже в первых классах. И последнее, то, что я вам хочу зачитать, это уже итог этой девушки. Я не взяла ее историю, потому что она была реально очень light по сравнению даже с лайтовыми, которыми я сейчас читала. Мои родители на это почти никак не реагировали, не обращая внимания, говорили. Если все-таки это попадет в видео, то дам вам совет. Не терпите, меняйте школу, ходите к психологу, но, пожалуйста, не рассчитывайте, что это все само пройдет. Да, и не рассчитывайте, что суицид решит ваши проблемы. И на этой прекрасной ночи я заканчиваю свой ролик. А с вами была важная персона Александра Озгард, всем котикам, компотикам и до следующего ролика. Субтитры создавал DimaTorzok